Всем доброго времени суток! Последнее желание мамы или пока она умирала. У Самвела до спектакля еще куча времени. ТВ-шка спрашивала его в предыдущем видео, где он собирается провести это время. И он решил провести его у мамы, снимая, снимая и снимая без остановки. Я теперь понимаю, почему ТВ-шка ходит лохматая. Актрисе попросту некогда пойти и причесаться. Она все время должна находиться в кадре и о чем-то рассказывать. Трудится баба Таня, не покладая языка. Спектакль уже два или три дня назад прошел, а он все продолжает выкладывать видео, снятые в день премьеры. В общем, это не так уж и важно. Самвел сидел с маменькой, о чем-то беседовал без камеры. Надо же, и такое, оказывается, у них случается. Потом ему показалась тема интересная. Он включил камеру и попросил маму повторить, что она ему только что сказала, чтобы и мы это услышали. Но ТВ отказалась говорить, что это предназначенная информация только для ушей ее детей. Есть еще одно у нее желание, но она озвучит его перед самой смертью. А она уверена, что ей это удастся. Ведь никто не знает, какая смерть его ждет. Будет ли у человека возможность сказать что-либо? Ведь смерть может быть и внезапной, а может и не окажется рядом никого из детей, кому она хочет что-то сказать. Она сама не так давно рассказывала, как шла с Зиной, и ей вдруг стало плохо, резко. А рядом только Зина. Она уверена, что будет умирать в окружении всех своих детей. Баба Таня слишком много смотрит фильмов. Это там только человек лежит, в окружении родственников, если это прописано по сценарию, и успевает всем все сказать, напутственное слово озвучить, последнюю волю. Ну, то в кино, а жизнь это ведь совсем другое. Баба Таня решила перевести тему и рассказать, какой ей сегодня приснился сон. Мне сразу понравилось начало. Рассказывает ТВ. Ей снится, будто в квартиру заходит ее покойный племянник Олег и, обращаясь к ней, говорит. Так, тетя, только не грубить. Вот это не грубить дает очень хорошую характеристику тете. Мертвый даже во сне обращается к ней именно с этой фразой. Я уже убедилась, что по-другому она разговаривать и никогда не умела. Что попросил племянник? Он попросил ее освободить жилплощадь. А дальше, очевидно, невероятная. Баба Таня, вроде бы как, стала безропотно собирать свои вещи. И со своей сестрой, тоже ныне покойной, выехали из квартиры. Если бы эта ситуация происходила на самом деле, ТВ ни за что не согласилась бы уйти. Она бы кричала, что это ее жилплощадь. Она столько сил в нее вложила. Она оплачивала коммуналку и все долги. Она следила за этим племянником. И теперь она имеет полное право считать ее своей. Я толкованием снов никогда не любила заниматься и сейчас не люблю. Помню, в детстве бабушка говорила, хороший сон воскресни, плохой напополам тресни. Сны она разгадывает, тоже любила. И вот все, что я запомнила, это когда она говорила, что если снится покойник и уводит с собой человека живого, вот как сейчас рассказала ТВ, что она ушла с покойной сестрой, то это или, ну это плохо, или к болезни, или к смерти. Но я в это дело все не верю, честно говоря. Каждый по-своему трактует все эти сны. Что там на самом деле происходит, я не знаю, честно. ТВ-шка стала говорить о том, что с тех пор, вот как она перебралась в город, ей каждую ночь что-то снится. Баби Таня даже по ночам кино крутят. А мне либо ничего не снится, либо я так крепко сплю, что вообще ничего не помню. Я как-то читала статью, что если человек не помнит своих снов, значит он крепко спит, у него мозг отдыхает. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Сейчас каждый пишет все, что ему заблагорассудится. В интернете можно найти любую информацию, но она вся будет противоречивая, ну в основной своей, скажем так, массе. Но я в самом деле засыпаю мгновенно. Вот стоит мне только лечь, я тут же уснула. Ночью я не просыпаюсь. Вот у меня такое ощущение, будто я легла и проснулась, а ночи не было. Как это, ночь уже прошла? Так и все, уже закончилось, можно просыпаться. Вот Диана не так давно жаловалась, что она не успевает за ночь отдохнуть, набраться сил, просыпается какой-то разбитый и уставший, будто бы она больная. Я наоборот прекрасно высыпаюсь, мне хватает сил и бодрости на целый день. Самвел матери объяснил, что племянник таким образом передает ей привет с того света. Это уже звучит, как что-то ненормально. Вот это покойники, передающие привет. Бред сивой кобылы в лунную ночь. Раз ты с ним, мама, не осталась, значит ты будешь жить. Вот если бы Олег тебе сказал, что ты будешь жить со мной и ты осталась бы с ним, тогда можно было бы переживать, что с тобой что-то случится. А то, что мама ушла с покойной сестрой, он будто и не слышал. Ну фигня это все, конечно. Конечно, переключились они с этого сна на Олега, на квартиру, говорит, сестру похоронили, племянника похоронили. В общем, всех они похоронили, деньги за квартиру отдали. Самвел вспомнил, как тетя, то есть его мама, хотела похоронить племянника в общей могиле, не хотела тратиться на отдельную. Но Самвел вмешался в ситуацию и все-таки Олег получил свою собственную могилку. И пока Олег лежал в больнице, Самвел говорит, что он и деньги туда перечислял на лечение, ну и похороны, как я уже сказала, сам оплатил. Стали вспоминать, какой был плохой этот племянник, как тяжело маме было с ним жить. Ну так зачем же она добровольно с ним жила столько лет и мучилась? У них был свой дом в деревне, как они рассказывали. Когда ТВ заболела и понадобились деньги, этот дом продали. Сделали ей операцию, лечить ее тоже как-то надо было, но все-таки ситуация непонятна. То есть мама выздоровела и куда она должна была пойти? Дом продали. Они рассказывали, что Ира предлагала ей купить снова дом в пригороде, но значит деньги были. Какой смысл было продавать дом, а потом покупать опять же таки новый дом? Она же не годами ТВшка лечилась, несколько месяцев это все заняло. И вот встает вопрос, где она будет жить, когда она выпишется из больницы? Какой смысл вот в этой вот перепродаже вот этих и покупок этих домов, честно, я не могу понять. В общем Ира ей сказала, что на квартиру денег не хватит, а дом она могла бы маме купить. Но ТВшка отказалась. Она хотела жить в городе и не просто в городе, а именно в квартире своей сестры, в которой стояла та самая вожделенная стенка, о которой баба Таня так мечтала и от которой была без ума. Она очень завидовала сестре, что та живет в городе в своей квартире. И еще плюс опять же таки, эта стенка у нее была. Когда сестра умерла, ТВшка вообще воспрянула духом. Это же практически хозяйка этой квартиры, которая ей нравилась. Ну вот единственное, что омрачало ее радость, это пьющий племянник. Но она была готова мириться с его присутствием. В принципе, баба Таня привыкла жить с алкашами. Все ее сожители были именно из этой категории, поэтому она вроде бы как оказалась в родной среде. Баба Таня сказала, что ее племянник был большим любителем боярышника. Самого спрашивают, а откуда у нас боярышник? Он что, у нас продается? Баба Таня сказала, конечно. Она даже объяснила, какого цвета там крышечка у этого боярышника. Обалдеть. Она даже помнит такие тонкости и детали. Самвел же всегда говорил, что это только в России его пьют. А как оказалось, у них тоже употребляют данный напиток. У Адамянов потрясающая способность начинать за здравие, а заканчивать за упокой. Как у них это получается? ТВ-шка первая бы кричала за то, что она за Россию. Представляете, до чего договорились? Только что они говорили о снах и тут же плавно дошли до этой фразы. Как получилось? Они стали вспоминать, сколько времени прошло с тех пор, как ТВ-шка вылечилась от онкологии, метастаз. Вот с их визита в Беларусь. По этому вопросу, говорит Самвел, прошло уже лет пять. Но вот тут ТВ-шка и сказала, что бы я делала, если бы ты, сыночек, не забрал меня к себе. Как бы я жила? На что бы я жила? Как бы лечилась? Ну, Самвел ей сказал, ну и ходила бы на свою остановку до сих пор торговать. Вот. И он вспомнил всю эту ситуацию, которая сейчас происходит в их стране и говорит, А если бы ты сейчас осталась жить в своем городе, ты бы была за другую страну, уже бы воспользовалась случаем и уехала к Эдику. Поп свое, черт свое. Баба Таня о том, что с сыном сейчас невозможно толком пообщаться, начала говорить об этом, что Эдик там у нее остался, нет возможности отправить письмо. Про посылки она, конечно, промолчала, но наверняка она о них подумала, что было бы неплохо отправить и посылочку. И она как раз говорит об этом, Самвел, про то, что она с удовольствием бы стала предательницей. Какое там предательство? Она далека от политики, ей главное, чтобы ее любимый сынок Эдик был рядом. С милым она готова жить и в Гондурасе. Баба Таня с мнением Самвела не согласна, говорит, я очень люблю свою страну, там такие плодородные земли, а как все цветет и пахнет весной. И люди хорошие здесь. Я первый раз слышу, что она хорошо отзывается о своих согражданах. Постоянно она только тем и занималась, что их ругала. В переобувании в воздухе бабе Тане просто нет равных. Самвел продолжает, говорит, но ради Родины ты бы жизнь свою не отдала бы. Так Самвел и сам говорил, что не готов это сделать. Родина, не Родина, а жизнь, как он сказал, у него одна. И отдавать ее за ныньку он не собирается. Так что сынок с мамой одного поля ягода, она тоже сказала, а я шо одна единственная, которая должна эту жизнь отдать. Пусть другие этим занимаются, а она еще хочет пожить. Если бы сынок оказался в том городе вместе с мамой, он мог бы заниматься всеми теми вещами, которые он приписывал ТВшке. И сдавать своих, и кричать, какая страна самая лучшая на свете. Я больше чем уверена, что Самвел именно этим бы и занимался. Далее. Если бы ты была мама на месте нашего президента, что бы ты сделала ради своей страны? Согласилась бы переспать с Владимиром Владимировичем? ТВшка не согласна. Говорит, не, он не в моем вкусе. Оказывается, у нее еще есть вкус, как она считает. Самвел показывал всех ее мужей и сожителей. На кого не посмотришь, всех жалко. Какой там вкус? Она и выбором-то себя не утруждала. Кто предлагал, с тем и жила. Не вникая в тонкости и детали. Вообще не разбираясь, хороший человек, плохой. Годится он для совместной жизни, не годится. Ей предложили, а она пошла. Хоть кто. И она была согласна. ТВшка говорит, не люблю низкорослых мужчин. Ага, у нее все были высокие. Да, да. Особенно Аршалусь. Атлант. Не больше, не меньше. Поэтому и детей таких же наклепало. Не мышат каких-то, а высоких, крупных мужчин. Что Самвел, что Эдик. Рукой же до неба могут достать. Такие высокие. Наверное, все пошли в своего папочку. И пузатых баба Таня говорит. Не любила и не люблю. И процитировала. Арбуз растет, а хвостик-то сохнет. И так ей смешно стало. Только Самвелу было не до смеха. Не стал он поддерживать этот разговор. Видимо, мама наступила этой фразой ему на больную мозоль. Баба Таня, колитесь. О ком вы вели речь? Уж не опасили ли своего сына, который каждое видео звонит по телефону? Вот реально, Коля звонит постоянно. Ему все время что-то нужно спросить у Самвела. Что-то нужно сказать. У него дел вообще никаких нет. Или это такой контроль над севкой? Где он находится? С кем? Коля, я смотрю, бдительности вообще не теряет. Показал Самвел, какой он в гриме. Показал декорации, немножко театра. Но не показывал сам спектакль. Я думала, что страшнее Самвела сделать просто невозможно, как это уже сделала природа. А оказывается, можно. Вот показал он свой грим в этом спектакле. Во сне такое приснится, честно испугаешься. Вот рогов ему не хватает. Было бы стопроцентное попадание в образ. Честно, так страшно нагримировали. Ужасно. Вот просто ужасно. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok